Доброе утро, коллеги! Я также хотел бы поблагодарить Кристину за идею этой сессии и РУССКО, за то, что она поддержала эту сессию на Конгрессе «Взгляд в будущее». И своим докладом я хотел бы продемонстрировать «Взгляд в будущее» о заболеваемости и смертности от рака в России в 2035 году. Какова она будет? Попрошу поднять руки. Кто считает, что заболеваемость раком увеличится через 15 лет? Кто считает, что смертность от рака увеличится за 15 лет? Кто считает, что смертность уменьшится за 15 лет? Спасибо. Ну, я постараюсь ответить на эти вопросы. Итак, на ЭСМО буквально месяц назад Европейская комиссия представила данные по Европе. У них есть свой прогноз заболеваемости, но в 2040 году. Авторы показали, что заболеваемость в Европе увеличится на 21% с 2,8 миллиона до 3,4 миллиона. Те же данные демонстрирует CDC, это Агентство управления по контролю за заболеваемостью в США. Увеличение смертности на 40, извините, заболеваемости на 49%. Полтора миллиона в 2015, это реальные абсолютные цифры, до 2,3 миллиона в 2050 году. Соответственно, в Европе и в США заболеваемость раком будет расти. Что же произойдет в России? Целью нашего исследования – это прогноз, это математическая модель. Явилась оценка вероятного абсолютного числа заболевших и умерших от рака в 2035 году в Российской Федерации, а также оценка тенденции прироста в структуре различных опухолей у мужчин и женщин. Методология. Сначала мы получили статистические данные из нескольких источников. Прежде всего, это данные Росстата. Это открытые данные, таблицы, которые находятся на сайте Росстата. А именно, численность населения, прогнозируемый рост и естественная убыль по промежуточному сценарию. Росстат дает три сценария – плохой, как изменится население России, промежуточный и наилучший сценарий. Мы ориентировались на промежуточный сценарий. Дальше – различия в возрастных группах. Росстат дает три когорты пациентов, вернее, людей. Это дети 0-15, это рабочий возраст и все, что старше рабочего возраста. В зависимости от года возраст меняется в этих подгруппах. Также есть изменения по половому составу. Вот эта база была заложена в наш статистический анализ. Почему мы анализировали до 2035 года? Потому что как раз изменения по населению в России Росстатом просчитаны до 2035 года, вернее, до января 2036 года. И поэтому онкологическую статистику мы могли компилировать с популяцией населения в России до этого периода. Поэтому мы не могли рассчитать данные до 2040 года, как это было сделано в Европе. Что касается онкологических данных, мы ориентировались на справочник, который всем нам известен. Это злокачественное образование в России в 2019 году. И анализ из этого справочника от 2009 до 2019. То есть оценка тенденции за 10 лет. Дополнительные источники были Глобокан и Статиста. Это если каких-то данных нам не хватало. Например, удивительно, но в справочнике по злокачественным новообразованиям указано опухоль губы дважды. Мы сверяли, как это указано в Глобокане, и приходили к определенному знаменателю. Но вот два первых источника, это были основополагающие. Прогнозы заболеваемости раком были рассчитаны путем умножения стандартизованных показателей заболеваемости раком в зависимости от пола в 2019 году на расчетный прирост населения в зависимости от пола. Скорректированные оценки заболеваемости с использованием годового процентного изменения были рассчитаны для мужчин и женщин. Количество случаев было рассчитано с использованием прогнозируемой заболеваемости, основанной на росте населения и заболеваемости раком, и с применением годового процентного изменения для конкретного пола и типа рака. Конечно, это звучит сложно, но для статистика это все было очень понятно. Использовались актуальные данные за 2019 год. Прогноз начинал строиться с 2020 года, и первые прогностические данные появились с 2021 года. То есть мы ориентируемся, мы сравниваем прогнозируемую заболеваемость с 2021 года и к январю 2036 года. Что касается смертности, мы сравниваем январь 2022 года и 2036 год. Заболеваемость рассчитывалась вот по этой формуле с помощью компьютера. Позвольте не останавливаться, это статистические данные. Смертность анализировалась тем же самым образом, как я сказал, начиная первый прогноз, это был 2022 год, уже следующий год, и до 2036 года. Смертность анализировалась вот по этой формуле. Итак, что происходит в целом? Произойдет в целом с заболеваемостью и смертностью. Синяя кривая это заболеваемость, красная кривая это смертность. Мы видим, что заболеваемость будет расти. Действительно, количество людей, которые заболеют солидными опухолями, хочу подчеркнуть, я это еще не сказал, что в нашем анализе мы включали только солидные опухоли, мы не включали гематологические опухоли. Так вот, заболеваемость солидными опухолями будет расти. И прирост составит 12,82% за 15 лет. В абсолютном количестве на январь 2036 года заболеет на 49,6 тысяч людей больше раком по сравнению с 2021 годом. Соответственно, заболеваемость растет и она будет достоверно расти. Как это объясняется, все очень просто. Опять же, это видно из анализа Росстата. Увеличивается продолжительность жизни, она по промежуточному прогнозу увеличивается. А также увеличивается население. Людей становится больше, продолжительность жизни становится дольше. Что касается смертности. Несмотря на увеличение заболеваемости, к счастью, смертность начинает снижаться. И абсолютно все подняли руки о том, что смертность снижается. Как она снижается? Она снижается темпами даже более явными, чем идет прирост заболеваемости. Смертность снизится на январь 2036 года на 20,54%. В абсолютных цифрах в год будет умирать меньше на 58 тысяч человек, чем в 2022 году. Соответственно, эти показатели похожи на американские. У них прогноз до 2050 года, поэтому прирост заболеваемости больше, срок больше. Но если мы возьмем Европу, мы ближе даже по этой цифре, так как у них прогноз до 2040 года. Заболеваемость растет, смертность уменьшается. Но, хочу отметить, мы не учитывали за каждый год влияние различных факторов. То есть, эти кривые построены при условии, что тенденции не изменятся. Например, если всех пациентов перестать лечить таргетные иммунотерапии, то, конечно, это может повлиять на смертность из заболеваемости. Сейчас был заложен тот темп, который есть за последние 10 лет. Что касается заболеваемости по опухолям различным. Значит, давайте посмотрим. Рак молочной железы занимает первое место по приросту заболеваемости. Это розовая кривая. Количество пациентов будет увеличиваться. Сейчас, на 2021 год, по прогнозу, рак молочной железы на втором месте. Но он перейдет на первое место. Вторая опухоль в этом топ-5 – это рак пристательной железы. Количество пациентов также увеличивается. Если посмотрим на прогноз 2021 года, это четвертое место. Будет второе место в 2036 году, если мы берем оба пола. Рак легкого. Серая кривая. Мы видим, что заболеваемость раком легкого уменьшается. Тем не менее, он остается на четвертом месте через 15 лет. А вот колоректальный рак также будет снижаться. И он уйдет с первого места на третье место. Хочу обратить внимание, что сейчас считается, что в России рак легкого занимает первое место. Но все статистики других стран – США, Европа – анализируют частоту заболеваемости колоректальным раком. Российская статистика разделяет рак ободочной кишки и рак прямой кишки. Если вы посмотрите статистический справочник. Если это суммировать, то колоректальный рак выходит на первое место даже сейчас. И темп прироста в будущем, я еще покажу по полу, также будет увеличиваться. Ну и, наконец, рак теломатки – это новая опухоль, которая войдет в топ-5 в 2036 году. Если мы говорим про оба пола. Как изменится заболеваемость у женщин? Как я уже сказал, заболеваемость рака молочной железы будет увеличиваться. Кривая отстоит очень высоко от всех остальных кривых. И на 10 тысяч в год заболеваемость увеличится. Второе место – сохранит колоректальный рак. Затем рак тела матки, рак шейки матки и рак яичников. Собственно, вот эта пятерка не изменится. Но если мы сравним с данными Соединенных Штатов Америки, которые включают прогноз на 2040 год. Вот это вот топ-5 – это то, что будет в США в 2040 году. Эту статистику подготовила Лола Рахип. Мой соавтор в этом исследовании. Она то же самое делала для США. Значит, в США на первом месте также будет рак молочной железы. Мы совпадаем. Но на втором месте у них по заболеваемости рак легкого. Третье место – как и в России, так и в США держат рак тела матки. В США в топ-5 входит меланома. В России пока нет. Ну и колоректальный рак в США на пятом месте у женщин, у нас на втором месте. Какая заболеваемость будет у мужчин? Рак пристательной железы сохранит первое место с существенным приростом на 20 тысяч новых случаев. Кривая идет вверх, она самая верхняя. На втором месте будет колоректальный рак, а не рак легкого. А вот рак легкого спустится на третье место в этом топе. И серая кривая идет, мы видим, заболеваемость у мужчин вниз. Интересно, две урологических опухоли входят в топ-5, серьезно, это рак почки и рак мочевого пузыря. Если мы сравним опять же с американскими данными, у мужчин в США в 2040 году ожидается наибольшая заболеваемость меланомой кожи. Рак легкого у них будет на втором месте. А вот рак мочевого пузыря и рак почки, который у нас четвертое, пятое место, у них третье, четвертое место. И колоректальный рак на пятом месте. Собственно, кроме меланомы мы видим, что пятерка очень похожа на данные Соединенных Штатов Америки. Итак, если мы говорим о заболеваемости в России к 2036 году, какой будет топ-5? Если мы берем оба пола, то первое место рак молочной железы, второе место рак пристательной железы, третье – колоректальный рак, четвертое – рак легкого и пятый – рак тела матки, новая опухоль, которая ранее не встречалась в топе 5. Для мужчин и женщин также вы видите на слайде суммацию. Смертность. Глобально смертность снижается, как я уже сказал. Если мы берем оба пола, то смертность от рака легкого, рак легкого останется первой опухолью убийцей. Тем не менее, на 10 тысяч смертей будет в 2036 году меньше. Кривая идет вниз, хотя занимает первую строчку. Колоректальный рак, несмотря на то, что занимает вторую строчку, смертность снижается. А вот рак поджелудочной железы – это та опухоль, на которую мы должны обратить внимание. Смертность будет расти. Количество новых случаев от рака поджелудочной железы увеличивается. Соответственно, наш акцент должен быть сделан на эту опухоль, дабы сдержать смертность. Сейчас, по американским данным, пятилетняя общая выживаемость пациентов со всеми стадиями составляет только 10%. Если эта тенденция не изменится, учитывая прирост заболеваемости раком поджелудочной железы, мы будем иметь большую смертность. Четвертое место будет занимать рак пристательной железы. И, наконец, рак молочной железы сместится с четвертого на пятое место. Смертность у женщин – топ-5. Опять же, мы видим, что идет снижение смертности колоректальным раком. Хоть он и занимает первую строчку, но количество случаев – порядка минус 4 тысячи в год. Рак молочной железы переходит с первой строчки на вторую, идет снижение смертности. Увеличение заболеваемости, как я сказал, резкое увеличение заболеваемости, учитывая, что выявляемость все лучше и лучше. А вот смертность от рака молочной железы будет снижаться. Рак поджелудочной железы – опять же, у женщин это третье место. Рак легкого сохраняет свою позицию четвертую, и рак желудка уходит, но появляется рак шейки матки. Вот такой прогноз у женщин по смертности на 2036 год. Опять же, если сравним с американскими данными, в Америке ожидается, что наибольшая смертность у женщин в 2040 году будет от рака легкого. По раку молочной железы мы совпадаем, и там, и там второе место. По раку поджелудочной железы мы также совпадаем, третье место. В Америке рак тела матки войдет в топ-5. В России это будет рак шейки матки. Ну и, наконец, колоректальный рак в России останется на первом месте, в Соединенных Штатах на пятом месте. Опять же, пятерка очень похожа, отличие по одной опухоли. Смертность у мужчин. Рак легкого – первая причина смертности, она и останется. Собственно, если мы возьмем оба пола, как раз наибольшая смертность в общей когорте – это за счет мужской смертности от рака легкого. Но радостная новость, что на 10 тысяч человек в год умерших будет меньше в 2036 году. Колоректальный рак сохранит свою позицию, но опять же тенденция к уменьшению смертности. Рак пристательной железы сохранит свою позицию, но тенденция к увеличению смертности на 2 тысячи. Рак поджелудочной железы перейдет с пятого места на четвертое. Опять же, подчеркиваю, что эта опухоль растет, и смертность, и заболеваемость от нее. Ну и, наконец, рак желудка сместится с четвертой позиции на пятую позицию и дальше будет уменьшаться. Сравним с Соединенными Штатами. По первому месту опять совпадение. И у них, и у нас будет рак легкого. У них рак пристательной железы на втором месте, у нас он на третьем. Рак поджелудочной железы тоже есть и там, и там. Чуть-чуть разная заболеваемость. Колоректальный рак также. А вот в чем отличие? У них рак печени, гипотоцеллюлярная карцинома в этом топе. У нас же ее нет, у нас рак желудка еще до сих пор остается. У них заболеваемость раком желудка уже снизилась. Таким образом, какая будет смертность к 2036 году, если мы говорим топ-5 оба пола. Рак легкого, колоректальный рак, рак поджелудочной железы, рак пристательной железы и рак молочной железы. Из этого топа 5 только для рака поджелудочной железы смертность будет расти. Для всех остальных опухолей смертность будет уменьшаться. Таким образом, как сказал Николай Владимирович, прогнозы делать это дело неблагодарные. Все может меняться. Но в чем точно мы можем быть уверены? В том, что профилактика в виде отказа от курения, в виде вакцинации от вируса папиллома человека. Только что были представлены данные длительного наблюдения в США у девочек, которые были вакцинированы, снижение смертности на 85%. 85% рак шейки матки, выявление опухолей на ранних стадиях, внедрение инновационных методов. Все это позволит снизить заболеваемость и смертность. Если результаты профилактики и скрининга можно будет почувствовать только через длительное время, то результаты внедрения новых лечебных опций уже в ближайшие 5-10 лет. Это лишь прогноз. Но если мы будем внедрять иммунотерапию, как она сейчас внедряется, мы видим, что темпы внедрения хорошие, несмотря на доступность. Все равно у нас половина пациентов уже может получить иммунотерапию. То эти показатели смертности, рассчитанные на тенденции с 2009 по 2019, когда у нас еще не было иммунотерапии, мы сможем изменить в лучшую сторону. И моя благодарность, статистику в этом исследовании, это Лола Рахип из Cancer Commons, Калифорния, США. Спасибо большое.